Социально ориентированным некоммерческим организациям Край окажут финансовую поддержку. На реализацию общественно значимых проектов таким организациям предоставят субсидии из регионального бюджета. На эти цели предусмотрено более 15 миллионов рублей. Конкурс стартовал 20 января. В зависимости от опыта организации на реализацию проектов можно получить от 200 до 700 тысяч рублей. При этом обязательным условием является 15% софинансирования из внебюджетных источников. Социально ориентированные НКО в нашем регионе зарекомендовали себя как эффективный механизм реализации гражданских инициатив в социальной сфере. Их работы поддерживают краевые власти. Уже несколько лет проводится конкурс. С 2013 по 2020 год было поддержано 352 проекта, а общая сумма субсидий превысила 135 миллионов рублей. Власти ждут от социально ориентированных НКО новых интересных и общественно значимых проектов в социальной сфере. Заявки на краевой конкурс принимают до 10 февраля. Подать их можно разными способами, как через интернет, так и по почте. Информация у вас сейчас на экранах. Кроме того, можно претендовать и на получение средств из федерального бюджета. 1 февраля стартует новый этап конкурса президентских грантов. Во первом этапе 16 социально ориентированных НКО края стали победителями. Они получат на свои проекты почти 25 миллионов рублей. О работе социально ориентированных НКО в нашем регионе и их поддержке мы поговорим с нашей гостьей в студии. Юлия Ярошенко, начальник отдела поддержки гражданских инициатив Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края. Доброе утро. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть в нашей студии утренней. Давайте начнем с такого вопроса. Сколько сейчас социально ориентированных НКО в крае и насколько активно они создаются? На сегодняшний день Хабаровский край, он отличается, потому что у нас действительно их много. Активно действующих 435, они буквально в течение года принимают участие в различных мероприятиях, организуют акции. Вот буквально только начался год, мы уже увидели, что вновь зарегистрировалось 5 социально ориентированных НКО, которые готовы принимать участие в различных... Это было за несколько недель, получается. У нас такая сегодня инфраструктура, что с нашей помощью это можно сделать достаточно мобильно. То есть 435, да, если не ошибся? Те, кто прям активно принимают участие. А это в 2020 году, да, было столько? А вот по сравнению с предыдущим, насколько прирост? Ну, примерно в год у нас вот эффективно действующих 40 организаций появляется. А какие сферы? Как вы уже заметили, это сферы социальной направленности, здравоохранения, образования, культура, спорт, социальная защита. А можно какие-то примеры привести? Чем занимаются? Вот самое интересное, что сегодня некоммерческая организация может опробировать какую-то новую форму работы. И вот через конкурсы мы как раз-таки это и видим. Когда они могут реализовать пилотный проект, который в дальнейшем становится частью госпрограммы, какого-то краевого мероприятия, события, интересные формы благотворительных мероприятий, о которых раньше ты никогда не задумывался, а сегодня это эффективный способ привлечения средств и решения конкретных задач. А вот из каких средств финансируется? Да, чтобы все это реализовать. Ой, мы насчитали порядка 80 грантовых конкурсов. Сегодня некоммерческие организации поддерживаются в территориях, на краевом уровне и на федеральном. И тут-то наши организации как раз-таки и мониторят, и мы им эту информацию все рассылаем, и активно принимают участие. Но нам, конечно, хотелось бы еще больше. А вот краевой грант, кто может принять участие? Какие требования? Краевой грант, да, стартовал. Мы сегодня проводим этот конкурс по аналогии фонда президентских грантов. Это все дистанционно, мобильно, прозрачно. Главное, чтобы организация была зарегистрирована в установленном порядке, прописала работу своей команды. Мы между строчками прочитали и увидели действительно серьезность намерений, социальную значимость, влюбленность в свой проект, готовность его реализовать, показать нам все ресурсы, какие будут подключены к этому. Я думаю, что это и будет залогом успеха. То есть заявку еще нужно правильно составить, можно сказать. А кто-то может помочь в этом? Вот в этом вопросе мы, конечно, немножечко передовые. У нас развита инфраструктура на территории края. 21 ресурсный центр сегодня эффективно ведут работу. И есть Краевой многофункциональный фонд, Краевой центр поддержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций. Мало того, что от А до Я покажут, как зарегистрировать организацию, от идеи до ее воплощения, написание проекта, юридической, бухгалтерской, проектной консультации можно совершенно безвозмездно сегодня получить именно в данных центрах. Главное желание. А вот вообще... Что касается экспертизы, вот конкурса, как походить? Да, да, вот вы сказали между строк просматривайте. А вот как повысить шансы на победу? То есть, может быть, какие-то сферы есть приоритетные, у которых больше шансов? У нас сегодня 17 направлений. Все они как раз-таки социальные направленности, гражданские инициативы в различных отраслях, безопасность, соцзащита, межнациональные отношения. Эксперты — это те, кто сегодня являются компетентными в области социального проектирования, представителями высшей школы, представителей ресурсных центров. И заявки в случайном порядке через систему электронную попадают на экспертизу. И там уже, конечно, вот эксперт, вот заявка. Что же такого между строк действительно говорит о том, что да, мой проект действительно достоин реализоваться на территории края, вот это вот и является основным таким успехом. Хорошо. Когда уже будут результаты известных конкурсов? Мы понимаем, что в начале марта по нашему конкурсу мы эти результаты будем знать. По фонду президентских грантов тоже объявлен конкурс. Там тоже где-то в первом квартале мы узнаем эту информацию. Но мы также знаем, что сегодня у нас в крае состоится масса таких конкурсов по линии наших органов исполнительной власти социального блока. То есть, если я, например, организация культурной направленности, значит, я где-то в новостях увижу, что Министерство культуры проводит такой-то конкурс. Министерство соцзащиты, здравоохранения, спорта, образования. И поэтому шансы принять участие, получить финансирование сегодня достаточно высоки. А можно ли с одним проектом участвовать, претендовать на краевой грант и участвовать параллельно в президентском? Да, но наши организации сегодня научены тому, что необходимо, чтобы следующий проект как-то развивал предыдущий, был другим шагом, увеличивал границы реализации проекта, либо предусматривал какую-то новую форму технологии для реализации своей задачи. Вот сейчас идет прием заявок на краевой грант, да, и с 1 февраля начинается прием заявок на президентский. Можно ли попасть туда и туда? Ну, то есть вообще возможность есть, да, такая? Конечно, есть такая возможность. То есть, по крайней мере, заявку можно там и там оставить. Главное желание. А вот что касается региональных проектов, насколько они в таких конкурсах успешны, федеральных? Насколько отличаются от других? В силу того, что мы сейчас массово информируем о том, что готовы провести консультацию, посмотреть экспертным взглядом на эти все заявки. Ну, мы проанализировали, что есть конкурсы фонда президентских грантов, когда каждая третья заявка становится победителем. А вот сейчас, который конкурс завершился, каждая четвертая была признана успешной и получила финансирование. Юля, спасибо вам большое, это действительно приятно. Мы желаем вам успехов в работе. Спасибо, что пришли этим утром к нам в студию. Напомним нашим зрителям, что у нас здесь была Юля Ярошенко, начальник отдела поддержки гражданских инициатив Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края.